Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес. Номер 149. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 8 мая 2016 года, то есть за вчерашний день. Это счастье того, что приходит ко мне. Ну, кратко сейчас, главное, это вопрос тех, кто желает приехать в это воскресенье, следующего, 15-го, будет день деревни. Многие просились приехать, посмотреть, побыть. Всем отказано. Здесь решили сделать день открытой двери, можно приехать, но только с разрешения, чтобы не написали. Считайте, что здесь написано, только заранее выйдите, путевку, все это вот это, не путевку, а, ну да, как путевка, маршрутка, так назвать лучше. Вот считайте, что здесь написано. Переписать надо несколько экземпляров, кому разрешено больше, чтобы не избиться с дороги. Записывайте все адреса. Вот оно где. Это речь идет, мы даем на крещение, кто думает приехать. Но одновременно и тем, кто думает о день деревни. Крещение будет 10 июля, перед августом. Это инструкция. Я не считаю, а с раме, сразу смотрите. Видите, все телефоны. Главное, это, конечно, вот этот вот, я сижу. По мобильному можно говорить не больше двух минут и не чаще, чем пять раз в сутки. Вот здесь запишите это и можете позвонить. Вот сайт, скайп мой, на скайп выйдите, Игнатий 10, вот рядом. Вот билет, если брать, если поездом ехать, как, откуда встречать тут никто не может. Тут прийти придется с километров 20 пешком еще. Вот. Это как к крещению. Кто не найдет, лучше искать крещение там, где находитесь. Находят батюшек, которые соглашаются крестить этих обманутых. Потому что бочение это обман, ничего не было. Ну и дальше в этом году говорится, когда будет, сами смотрите. Ну вот, что дальше пишут. Александр Паремский. Это для Сергея парализован. Это более ранее я зашел и попутно схватил оттуда. Сергей, я особо-то не знаю Лапкина, но в этом виде он не был гневным и тщеславным. В этом виде, как будто в другое время я гневный и тщеславный. Конечно, говорит громко и смело и никого не боится. Я вспоминаю, как ученики Иисуса боялись что-то говорить. И у них не было силы, духа и смелости. Иисус сказал им, не ходите никуда, покуда на вас не сойдет Дух Святой. И после сошествия на них Духа Святого они смело пошли и громко проповедовали на площадях, в храмах, перед парисеями, ничего не боялись. То есть, когда сегодня не идут, никто не проповедует, попы на одном месте стоят, ноги болеют, пузо такое толстое растет. Это от того, что никуда не идут. Может быть, вы ошибаетесь насчет Лапкина? Ну, это более ранее. Зульфия какая пишет. Если бы таких воинов Христов было бы больше, люди бы с детства приучились к добру. Игнатий Тихонович знает, что должен успеть, как можно больше успеть, донести до людей истины. Люди должны услышать. А громко кричит, потому что много вокруг того, что огорчает Господа Бога. Обиднее всего, когда самый любимый товарищ, зная, что недруги порадуются, друзья расстроятся, перед всеми обличают. Не обличают они. Обличание это бальзам. Бальзам от друга. А они клевещут, они лгут. И когда, не знаете, еще за мной нету, ну ничего нету. Там ни пьяница, там ни блудник, ни вор. А это тщеславие. Ну иди, докажите тщеславие. Если трус, значит трусливый был, ну где? Я доказал перед Господом, что я люблю его. А что я буду доказывать ими? И чем больше недругов, это большее доказательство, что меня избрал Господь. На неизбранных никто не нападает. Мертвая рыба идет по течению. Тащит. Можно было бы просто поговорить лично или хотя бы не выкладывать видео. Всем бы поучиться у него. То есть я что выкладываю, видимо, кому-то не нравится, но такой порядок. Апостолы все писали, святые не боялись. Афанасий Александрийский не боялся, Златоуст не боялся. У меня все выходит. Когда у меня сожгли уже все, судим был в 86-м году, в Крайовой прокуратуре показали, это судья. Две большие кучи были, показали, как пирамиды, что вас сжигали. Там книги, рукописи, письма сожгли. Даже письма моих трех дядьев, они были артиллеристами, все погибли на фронте. Мамины братовья. Это все сожгли. Ну, варвары. Варвары. Коммунисты. Злодеи. Марина Сухорукова. Христос воскресе. Воистину воскресе. Слава Богу за то, что в моей грешной жизни появился мудрый старец. Как я долго искал от такого сверхчеловека. То Унтермэнс, что сверх, значит, мудрого, справедливого, строгого и любящего всем сердцем Бога. Вот последнее я могу принять. Но остальное, как людям будет видно, мудрый, а не мудрый, там, сверхчеловек. Не знаю, быть хотя бы минимальным у порога в Доме Божьем, чем шатрах нечестия. Ну, вот она пишет. Я Марина. Вы для меня старец. И какой я старец? Гуруизм, там, молодостарчество. Вот там, ну, вот 10 июня, ровно через месяц мне будет 77, 78 год пойдет. Никакой я не старец. Ваши истинные слова. Нужна ваша молитва мне, которая поддержит меня на моем пути к Богу. У вас я черпаю силу и утверждаюсь в вере. У вас, то есть у меня на сайте. Не откажите меня, пожалуйста, в поддержке. Марина, молимся за тебя. Если не у вас, приближенного к Богу, просить помощи, то только напрямую у Бога взывать и молить с таким усердием. Напрямую, самая лучшая молитва. Дай Бог, чтобы у меня хватило сил. Я вас по пустякам беспокоить не буду. Вы же в интернет выкладываете все. Нас будут смотреть тысячи людей. А разве можно свою душевную боль распространять? Да, конечно, можно. И необходимо. Павел говорит, чтобы молились. Что-то бояться. Это боль. Я только сказал, нужно люди, молитвенники есть. Осуждения много будет. Но осуждение будет. Надо терпеть. Тяжело. А выдержит ли мое сердце душа? Ну, не знаю. Надо молиться, чтобы выдержать. Кругом столько зла и ненависти, как бы не повредить душе своей. Хорошая забота. Я очень рада, что вы вышли со мной на связь. За 49 лет моей жизни вы лучше, что было у меня в жизни. Ну, дай Бог, чтобы сохранились эти чувства. Слава Богу за все. Многие долги лета вам. Я вас подписала везде в Ютубе, в моем мире. Я каждый день вас смотрю и надеюсь. Господь поможет мне через вас и ваших сотрудников ответить на мои вопросы, которые идут из глубины души моей. Спасибо вам большое за уделенное мне время. И мне даже говорят, да вы сами задаете себе вопросы. И сами отвечаете. Да не сам это, в интернете. Чего бы я маялся дурью-то. Вчера я всем послал один ролик посмотреть. Зарядите в Ютубе вот эти слова. И кто слушает меня, зарядите. Девушка показывает класс на велосипеде. Просто наберите в Ютубе русскими буквами. И увидите там, как одна девушка, как она может на велосипеде, какие фигуры выделывает. И посмотрите до конца, что может достигнуть через немалый труд. Так стоит же ради царствия небесного потрудиться с полной отдачей сил. Те трусы для получения венца тленного, Павел говорит, а мы не тленного. 1 Тимофею 4. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. То есть Бог обещает обетование. 1 Коринфа 9.23. 2 Коринфа 9.23. 2 Коринфа 9.23. Силой берется. Его употребляющие усилия восхищают его силой. А потом усилия надо приложить к этому. Эта девушка показывает класс на велосипеде. И откликнитесь. И некоторые уже откликнулись. Владимир Галендухин пишет. И вы тоже на этот ролик дайте ответ. Христос воскрес. Владимир, воистину воскрес. Всегда рад слышать от вас душеполезные наставления Посмотрел напоминаемый вами ролик про девушку на велосипеде Да, это требует значительного труда и тренировок Я хотел бы отметить сегодня такую тенденцию Достаточно большое количество молодых людей И не только, все больше и больше выбирает себе в качестве развлечения Утешение, экстремальное, опасное для жизни Виды так называемого досуга Здесь можно перечислить большое количество так называемых адреналиновых утех И все они требуют большого количества времени, сил и финансовых затрат Где немало людей лишаются жизни и получают серьезные отрамы Я полагаю, цитата из Евангелия 1 Тимофея 4.8 Большинство из них неизвестно и не имеют для них ценности Ценностью же для большинства таких молодых людей и школьников является нескучное развлечение Которые дают сегодня современные технологии О спасении своей души и о вечной жизни Они, конечно, не помышляют Об этом говорит и мой 30-летний опыт работы с детьми и молодежью Молите нас с вами, спаси Христос Старший Владимир готов в команду приезжать Вам разрешается привезти до 50 человек с воспитателями вместе На каждых 10 человек, чтобы был воспитатель И в нашем лагере можете пробыть месяц или больше Юрий Соболев Впечатляет, что тут скажешь Я тоже часто задумываюсь над тем Как много мы тратим сил и средств на то, что перед лицом вечности является пустяком Но самое страшное, что все эти вещи суть идолы Ибо конечны и изменчивы А Христос всегда с тобою Ибо Он бесконечен и беспределен В любой ситуации, в любом месте, в любом возрасте В этом мире и в жизни будущего века Вот что, неизменность, константа Надежда Тишли Ох, спасибо, Игнатий Тихонович Все, что вы процитировали, как раз кстати Царствие Божьей силой берется Ох, как силой Сегодня пришла я с работы, уже начало 9-го А сын мой, 7 лет-то, заигрался с племянницей И не обратил на меня внимания Прямо мимо мебели прошел, как будто бы Мне было очень обильно Но тут я поняла, что Господь тоже чувствует Что, что и я, когда я не обращаю внимания на подсказки моей совести Я стараюсь не грешить А работая в коллективе, где-то выскажешь мнение о директоре Коллега долг не отдает уже почти год Ходишь, об этом думаешь Помыслы эти вводят в грех осуждения День и ночь совесть обречает меня И так каждый день Я всегда говорю себе Царствие Божие силой берется, Надя Я обещала Богу с грехами бороться Очень тяжело мне Помолитесь о мне Спокойно не бывает у меня Совесть судит меня Может это хорошо, не знаю Хорошо, Надюша? Хорошо, дорогая? Когда совесть мучает Роман Малыш Христос Воскресе Воистину Воскресе, Роман Мир вам, мой гуру Ой-ой-ой, гуру это прекрасное слово Это учитель, который ослушается Вот только что, как вернулся из Москвы Сегодня Бог сподобил побывать у отца Кирилла Сахарова На богослужение От храма Христа Спасителя метров 200 Всем советую сходить Получил заряд сил, так сказать, подзарядился Имея маленький опыт, бывая во многих храмах Должен отметить, что храм святителя Никола на Берстеневке-то особый Очень ощутимо Божья благодать И что характерно, надолго сохраняется Особенно после причастия Здесь совокупность нескольких факторов Если так можно сказать Во-первых, это место, на котором стоит храм Раньше на этом месте стоял Никольский монастырь Упомянутый в летописи 1475 года Понятно, что за столько лет место намаленное Во-вторых, Господь оградил этот храм От налогового номера ИНН От торгашеского клейма Которым все в это время заклеймено Слово сказать, видел видео с откровением Что в кодированных храмах причастия нет К этому можно отнестись по-разному Но храм на Берстеневке единственный в Москве без номера Он мне звонит, другой раз говорит Ну прям наседает, что делать? Я говорю, держись Вы нам пример даете Хотя не имеет никакого значения благодать и ИНН Так что церковное начальство тут ответило правильно И в-третьих, на это намаленное место Господь поставил служить ревнителе веры православной Пусть дарует Господь батюшке Кириллу и его пастве силы Устоять в жизни, в истине В это трудное время После службы я сказал батюшке, что уезжаю и потеряю Куна ПМЖ Мы сфотографировались на память Я взял благословение после трапезы Поехали заказывать рубашки для крещения Но я покажу фотографию потом Мы это, я и сын Премного благодарен за молитвы Начал узнавать своего сына Изменения произошли кардинально Молится Посещает вместе со мной богослужение Не знаю, как он узнал об истинном крещении В полное троекратное погружение Но изъявил желание креститься Разумеется, из видеороликов с вашим участием Которые я просматриваю почти каждый день Роман, обязательно его бери сюда Строиться будешь Вот тут как раз я домик купил, в котором можно будет жить Жить даже года два И там два домика Родные, близкие, зовите, ездите жить, пока будете строиться А строиться можно даже Дом тут заброшенный два Он подает хозяин, не живет в нем Можно купить Не больше ста тысяч Но тут мне нужен ваш совет Насчет катехизации Что я должен ему преподнести Хотя бы по программе минимум Чтобы не превратить крещение в фиксию Ну, говорить о рождении свыше Первое Чтобы сын Поверил в то, что он грешник В это надо поверить и доказать Не просто грешник А погибший окончательно Что никогда Никому Ничего Бог не прощает За так Возмездие за грех Смерть За грех Нужна смерть Это Божье правило Такое И второе Когда он это поверит Чтобы выпросил слезы Об этом хорошо пишет Игнатий Брещанинов Пимен Великий И второй момент Поверить Что краткая Библия Библию надо всю просчитать Это Евангелие от Иоанна 3.16 Это Библия в миниатюре Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечную Чтобы в это поверил Что за грех его умер Спаситель Христос Иисус Кровью Христа Омывается грех Без пролития крови Не бывает прощения грехов И третье Трое кратное полное погружение Руками священника Полное Чтоб нигде рукой ни за что не хватался Да ни на волосинки Ножи быть погружены С выездом есть небольшие затруднения Не могу ускорить Поэтому немного успокоился Всему свое время На день деревни не успеваем Помощники подвели Одного жена не пускает Другим тоже непонятки Поэтому сборы произведены Вдвоем с сыном С помощью Божьей Контейнеровоз приобрел Осталось хорошенько его обслужить Загрузите в путь Корабельщики в ответ Мы объехали весь свет Торговали мы коврами Племенными жеребцами А теперь нам вышел срок Путь лежит наш На восток Так я говорю с тобой обязательно Если можешь купи хорошую Как можно длинное Чтобы было лезвие Пилу Бензопилу Пилить большие деревья Чем длиннее будет Это лезвие Пила Лучше Чтобы больше толще было Ну и инструмент Всякие разные Покупайте Ручную пилу Я могу здесь дать Больше ничего нету Там лопаты какие Скрипки Топоры Ножовки Все это желательно Чтобы там приобрели А то удастся ли тут найти Если не успеем с огородом Не беда Я скажу беда Надо Посеять Успеете еще Поскорее приезжайте Были телефонные разговоры С женой Стена глухая Ну может обратиться Прошу помолитесь О моей маме И вот как и жену Зовут Мария У меня тоже мать Мария была Племянница Мария Мать надеялась Доживать со мной И узнав о моих планах Плащет ночами Не скажите Не плащут лучше Никто обижать не будет Свободная Я оставил ее На меньшего брата В отчим доме Но складывается впечатление Что невестка хочет Выжить свекровь Преждевременно Из своего же дома Это моя сердечная рана Пусть не переживает Забирай ее с собой Маму Обязательно Забирай обязательно Помолитесь Уже молимся Из нашего с мамой Разговора я понял Что она не против Переехать Потеряевку Лишь бы побыстрее Господь помог мне Построить домик Но пока не построить Ездить жить Тем более Готовый взять И отремонтировать Намного В десятки раз дешевле И тут два дома есть Которые Ты первый на это есть Остальным отказали Уехать из отчего дома Матери 62 года Земли Земли на которой Жили деды и прадеды За пять тысяч километров Это же как нужно Достать человека И Матфея Враги Человеку Домашнее его И помолитесь Пожалуйста бы Иоанне Это жена Моего брата Будет две Иоанны У нас одна еще есть У Виктора Жена Хорошая женщина Пусть Господь Дарует ей Уважение К старшим А тем паче Родителям И даже своим Пока все Господу нашему Слава В веки веков Аминь У нас даже одно Иоанна Еще дочь Иоанна Это три будет Фото Мой сын Константин Он скоро 18 лет Это от первого брака Обычное дело У моряков И дальнобойщиков То есть везде есть Сыновей и дочери Артем Тубасов Воистину Человеческие возможности Безграничны В каких направлениях Только не развиваются Спасибо за потрясающее видео А про велосипед И Аким Пар Тоже Хорошо сказал По поводу молитвы Когда увидел Как дети на стадионе Играют Проводят тренировки В визитбол Выполняя одни и те же действия Раз за разом На протяжении Несколько часов Если бы мы Столько времени Проводили за молитвой Здесь можно подставить Любую благодетель И любое полезное занятие То были бы мы несовершенны Как и в данном видео Про девушку Она видит Куда расти И где еще нужно работать А мы видим Ее совершенство В этом деле Добавка Цитаты Не прямая Своими словами Милосердный отец Вот это прослушайте Хорошо батюшка поет И на мельник США Игнатий Тихонович Вы прислали мне Про велосипед Чтобы настроение поднять Разочарование В жизни приходит Так быстро Может Господа За очень тихо Я не слышу его Как жить Если не слышишь его Живите Благодарите Бога Почему земная любовь Так больна Если меня не любит Муж мой сын Вы не об этом думайте Инна Думайте о том Любите ли вы их Неправильный вектор Роза ветров Не туда дует Когда почувствуй его Любовь Любовь его всегда Вы чувствуете Смотрите вокруг Что окружает Посмотрите на пальчики Свои На устройство Ну и дальше Что-то тут Игнатий Лапкин Что-то тут показывает Так дальше пишет Очень тяжело принять Что так больно А это мне во благо Сколько еще Претерпеть до конца Как Протопопа вакуума Анасасия Марковна Спросила Да коли Петрович А он отвечает Да самое Марковна смерти Да самое Вот так Если любовь в семье Все может пройти Потому что мы вместе Вот прошло 25 лет А ее то и не было Простите Просто вы сейчас Почему-то оказались рядом Сейчас успокоюсь Но мы молимся о вас Не держитесь за мужа А одной лучше спасаться Поверьте в это Павел говорит Хорошо это оставаться одному А то угождай мужа А ему сроду не угодишь Антон Маргунов Христос воскресе Воистину воскресе Антон Стоит именно потрудиться С полной отдачей сил Да Но то что в ролике С девушкой на велосипеде Это ближе к миру Да безусловно Есть талант у нее Надо стремиться к тому О чем слово Божие учит А именно спасти душу Она этим может Заработать на пропитание Удивить этим людей Еще может что-то И все Да я увидел в этом видео Пример в том Что придавая усилие Определенное знание И долготерпение Нужно стремиться к Богу Ведь даже самый малый Муравьишко Дает пример нам Людям с разумом Что именно в труде В желании Чему-то научиться Освоить И все что это нужно Устремить на то Ко Господу На путь Даже без самого малейшего Ничего не получится Я посмотрел видеоролик ваш Где вы с Игорем Дыбуновым Говорили о Викторе Савченко О его жене Все правильно Именно так Я согласен И еще Что творится в мире По обращению С вашими книгами И так далее Тоже согласен Правильно Муж глава Жена слушаться Должна и быть рядом Впрочем Это мое мнение Которое совпадает С вашим И со священным писанием Она жена приедет Она хорошая Еще немного Хотел сказать Немножко Что везде И всюду Нам напоминает О Господе Боди Например Я как-то смотрю Три голубя Возле школы Сидят И сразу моментально Мысль о Пресвятой Троице Идет такое умиление Березки Вот тепло Распускаются Листочки Смотришь И тяга к жизни Появляется Кошку бездомную Подкормил Идет хвала Слава тебе Господи Что ты О сих малых Созданиях Заботишься А обо мне Ты подавно Это так Трогает душу Что словами Это бывает И не выговоришь Во как И вот еще Вспомнил Вы как-то В ролике говорили О уединенной молитве Когда хочется Куда-нибудь уйти Скрыться Дабы побыть Наедине с Богом У меня тоже Такое чувство Или желание Не знаю Бывает Может это и есть То самое К чему должен Стремиться каждый человек Да к этому Простите меня Много написал Да возблагодарит вас Господь за труды ваши Христос воскресе Воистину воскресе И вот Я сегодня Слушал Мамонова Петра Артиста Музыкант И он там Иступает Он не рожден Свыше Он понимает Надо добро Делать какое-то Он на 12 лет Моложе меня С 51-го года Бритый там Уже весь высох И все что-то бреется Ну какая же вера То у тебя Скоближ стоишь Таких и в храм Пускать нельзя Ну и главное Так говорят О курах поднял Добро сделал А рождение свыше О проповеди Чистом Евангелии Никогда не слышал Такого Так что-то поверхностное И тут И тут я показываю Демоническая злоба Епископа Сергеянца Московского патриархата Вот всего Вчера что у нас Собрание было Посмотрите Что делает епископ Славгородский Всеволод Как он клеймит нас Никогда не был Не видел Ничего Теперь они будут нападать На нашего митрополита Сергия Епископа эти Нашу епархию Тут разбили на 4 части Митрополит Он сам по себе Он над ними власти Никакой не имеет Просто входит Как это митрополит Ну вроде бы советуются должны Будут они там советоваться Вот Ну и дальше покажу Что у нас еще есть ресурсы Это мой мир Вот он Туда я все переношу И вот первое есть собрание Демоническая злоба Епископа Сергея Московского Патриархата Вчерашняя 8 мая Обязательно посмотрите Вот здесь На моем мире он есть Этот ролик И есть на нашем ютубе Ну и вот наш Форум большой 1593 Темы только Очень большой Вот заходите Регистрируйтесь Пишите Ну вот Видя наш канал Вот 4600 роликов С чем-то Тут много-много Вот оно Это собрание Демонические Злоба Епископа Сергеянца Вот оно где стоит Посмотрите Ну и наш Сайт А сайт Это Большой Это видео я показал Это тоже видео А Это не сайт Сайт Другой Вот он наш сайт Сейчас откроется Вот смотрите Какой Здесь наши вопросы Ответы Здесь книги Открыты Здесь все мои книги А в детском лагере Детский лагерь Здесь с 8 Примерно июня Открывается А вот это 15 мая День деревни Ну и Крещение будет 10 июля Так-то в основном Все Проверено Ну и что Слава Богу Слава Богу За все С Америки Вот сейчас приходил Иван Иванов Называется Хотя у него Другая имя Фамилия Но Богу Слава за все Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу